Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы в зале уже остались самые стойкие. В связи с тем, что уже было много сказано о теоретических предпосылках по поводу лечения немелкоклеточного рака лёгкого, я остановлюсь, собственно, на клиническом случае, который был у нас в центре. Это была пациентка, 56 лет. Как известно, в анамнезе она никогда не курила. Поступила она к нам с ЭКОКОМ-1 с жалобами на дышку, кашель и боли в грудной клетке. Но сопутствующие заболевания к её 56 годам, в принципе, стандартные для большинства пациентов. По данным компьютерной томографии было выявлено образование в правом лёгком и была выявлена лимфоаденопатия средостения канцероматоз плевры и двухсторонний гидротурокс. Каких-то других отдалённых очагов выявлено не было. И пациентке в марте 2015 года была выполнена диагностическая в видеотурокоскопии с биопсией париоритальной плевры. Гистологически был поставлен диагноз метастаз аденокарциномы лёгкого в плевру. Была выявлена мутация GFR, а мутации в генах КРАС и АЛК выявлено не было. И вот мы видим на компьютерной томографии первичную опухоль с изменениями в лимфоаденопатии средостения. То есть таким образом у нас женщина 53 лет, никогда не курившая, КОК-1, стадировалась как Т4Н2М1 с наличием мутации гения ИГФР. И, конечно, как мы все уже привыкли в стандартной рутинной практике, мы назначили ей терапию гифитиниба. И как мы уже привыкли, хотя раньше, когда только появился гифитиниб, нам казалось, что происходят какие-то чудеса, мы видим на фоне терапии у пациентки частичный регресс. Суммарно пациентка прополучала гифитиниб в течение 24 месяцев. И мы видим, что, в принципе, через 21 месяц от терапии сохранялся частичный регресс, но, тем не менее, к 22 месяцам отмечался некоторый рост первичной опухоли с лимфоузлами средостения. А через 24 месяца терапии гифитинибом у пациентки появились новые метастазы в печени. Хотелось бы обратиться к аудитории с вопросом о том, что бы вы сделали в данной ситуации. Но я думаю, что большинство, конечно, ответит одинаково с учетом тех теоретических данных, которые были до этого, но, тем не менее, продолжили бы вы терапию гифитинибом, назначили бы ли вы терапию другим ингибиторам теразинки на следующего поколения, возможно, провели бы химиотерапию, выполнили бы биопсию, либо оставили пациентку под наблюдение. Возможно запустить опрос, нет? Ну да, мы, в принципе, тоже сделали. Выполнили пациентки биопсию, мы выполнили трепан биопсию в области пятого ребра и выявили там мутацию Т790М. Но в тот момент у нас отсутствовалось асимертениб в центре, но мы понимали, что в ближайшее время у пациентки будет возможность получить этот препарат, поэтому мы продолжили терапию гифитинибом, которую она продолжала до мая 2017 года. И в мае появилась неврологическая недостаточность, было выявлено МРТ головного мозга, были выявлены множественные изменения в головном мозге, и к этому времени в центр поступила асимертениб, и пациентка начала терапию асимертенибом. Что мы видим? Мы видим, что через 4 месяца у нее полный регресс очагов в головном мозге. И кроме этого мы видим частичный регресс мягкотканного компонента в области пятого ребра, где мы и брали биопсию, частичный регресс первичной опухоли и очагов в печени. Этот регресс продолжался и через 4, и через 6 месяцев асимертенибом. Однако мы видим, что через 7 месяцев первичная опухоль все-таки начала увеличиваться, при этом очаги в печени оставались стабильны. И что интересно, у пациентки появилась слабость, появились боли по ходу пищевода, затруднения при приеме пищи. И опять же вопрос, как поступить в данной ситуации? Вернуться к терапии гифитинибом, все-таки провести пациентке уже первую линию химиотерапии, обсудить лучевую терапию, потому что метастазы в печени стабильны, а прогрессируют только узлы в средостении. Или, может быть, выполнить биопсию. Ну да, к терапии обратной гибиторами тирозинки нас возвращаться никто не хочет. Это, в принципе, примерно одинаковое количество у нас распределилось в проведении первой линии химиотерапии, как палиативный вариант обсуждения проведения лучевой терапии. И да, конечно же, выполнение биопсии. Так, проскочило. Что мы и сделали. Мы выполнили пациентке биопсию. И что интересно, мы обнаружили, что у пациентки произошла трансформация в мелкоклеточный нейроэндокринный рак. При этом снова появилась мозговая симптоматика. Выполнены повторные МРТ головного мозга. И выявлены новые очаги. И при этом они выявлены в других местах, не те, где они были первоначально. Проведена лучевая терапия на весь объем головного мозга. И с учетом того, что все-таки у пациентки произошла трансформация в мелкоклеточный рак легкого, провели химиотерапию по схеме ЕП. Было проведено 5 циклов с эффектом частичной регресс. То есть мы видим, как у нас уменьшилась первичная опухоль. Однако после 5 циклов было зарегистрировано дальнейшее прогрессирование. Оно было зарегистрировано как в средостении, так и в головном мозге. У пациентки был проведен один цикл КАФ. Однако дальше все равно наступило прогрессирование заболевания. Оно было клиническое. Но, к сожалению, пациентка погибла от прогрессирования заболевания. Но что мы видим? Заболевание было выявлено в феврале 2015 года. И, в принципе, до мая 2018 года пациентка получала лечение. И, в принципе, можно сказать, что до апреля 2018 года она сохраняла хорошее качество жизни и продолжала свою жизнь общаться с родственниками, жить относительно качественно на фоне терапии достаточно длительной. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Альбина Сергеевна. Значает ли, что у больных, получающих по поводу GFR-позитивного немелкоклеточного рака легкого, получающего террозинкиназный ингибитор, и каждое прогрессирование должно сопровождаться ребиопсией? Ну, если честно, недавно мне на глаза попался экзамен НЕСМА, в котором был похожий вопрос. Он не был связан с немелкоклеточным раком легкого, но он был связан с повторными биопсиями. И вопрос звучал так. Когда нужно выполнять пациентам ребиопсии? При прогрессировании, при возможности и всегда, когда… И по возможности постоянно. И там правильным ответом у них было – постоянно. Хотя, конечно, достаточно бывает это и травматично, и трудновыполнимо, конечно. Поэтому желательно выполнять биопсии при каждом прогрессировании. Но сейчас нам в помощь появилась циркулирующая опухолевая ДНК. Если сложно выполнить тканевую биопсию, то хотя бы попробовать взять циркулирующую опухолевую ДНК. То есть, на самом деле, мы сегодня сидели с Анатольевной и понимали, что появление новых препаратов – это, знаете, как дерево. Стоит обрубить одну ветку, вокруг нее появляется много других резистентных клонов. И вот каждый раз новый резистентный клон… То есть, мы, назначая одно новое эффективное лечение, нам требуется назначение последующего другого совершенно. Это как черный ящик, который вот… Спасибо большое. Спасибо.